Всем привет! Мы сейчас находимся на городском форуме-навигаторе «Творим свое завтра». Форум – это социально-образовательный проект. Стиль жизни, творчество. На базе Центра образования номер 35 с 10 по 12 января 2022 года в рамках реализации проекта «Стиль жизни, творчество» состоялся форум-навигатор «Творим свое завтра» как запуск школьных волонтерских площадок по развитию софт-скилл. Начало нашего проекта «Стиль жизни, творчество» отчитывается с 2009 года. Этот проект разработали так называемые инструкторы, то есть лидеры нашей организации «Гражданский профилактический союз» – это Александр Хондаченко и Георгий Железный. На базе Ленинского района он получил широкое развитие. И сегодня уже мы работаем не только с Ленинским районом, это городской форум. И проект стал городским, и даже у нас есть гости из республики. Этот проект появился из идеи творческого развития, раскрытия внутреннего потенциала детей и даже взрослых. И поэтому мы этим занимаемся так долго, и он востребован. Но каждый год, конечно, отличаются друг от друга, и появляются новые темы. Это и тема волонтерства, и тема экологии, и тема патриотизма. В 2019 году мы уже разработали этот проект, который развивает софт-скилл, как сейчас говорят. То есть те мягкие навыки или гибкие навыки их называют. А раньше просто мы называли развитием лидерских способностей, умением работать в команде, развитием самоорганизации, самоуправления и так далее. И на этом форуме, который возвращая мысли сюда, мы пригласили много мастеров, пригласили бизнес-тренеров, пригласили общественных деятелей, которые дают мастерские именно по этим гибким навыкам. В форуме приняли участие 120 человек, активисты 16 образовательных организаций Уфы. На форуме школьники учились работать в команде, прокачивали надпрофессиональные навыки в мастер-классах, приглашенных в бизнес-тренеров и общественных деятелей. Меня зовут Ольга Пархоменко, я психолог, тренер, игротехнолог. И я участвую в проекте «Творим свое завтра», потому что это важный социальный проект по развитию волонтерских площадок в школах Уфы, ну и я, надеюсь, школах республики. «Творим свое завтра» — это бренд уже общественной организации Гражданский и Просветительский союз молодежи, выходцем из которого я являюсь. 20 лет назад я начала там заниматься еще подростком, вот потом выросла до мастера, до тренера, получила профессию специальности. Я, естественно, поддерживаю начинание общественной организации, и мне, конечно же, хочется своими знаниями, умениями, навыками поделиться с ребятами, с подростками, особенно с теми, которые приходят на такие мероприятия, на форумы, потому что чаще всего это мотивированные ребята, которые, естественно, эти знания смогут применить на практике и получить свои результаты. Ярким моментом первого дня стал практиком участие в профориентационной игре «Жизненной энергии». Игра построена на имитации домохозяйства. Участники делятся путем жеребетки на семьи и команды. И четыре временных периода им приходится ходить на работу, в школу, в вуз, совместно формировать и распределять бюджет, делать покупки, воспитывать детей, организовывать семейный досуг, решать возникающие трудности. Баловая система игры помогла подвести итоги жизнедеятельности семьи как в финансовой устойчивости, так и в наращивании или потере жизненной энергии. Анализ игры подвел главным уровнем. Гибкие навыки и soft skills необходимы как для карьерного роста и финансового благополучия, так и в бытовой сфере семейного благополучия. Меня зовут Бурганова Даля, я из 35-й школы, где как раз проводится этот форум. Форум называется «Творим свое завтра». Мне очень нравится этот форум. Мы тут развиваем все навыки, которые у нас есть. Также мы знакомимся с новыми людьми, общаемся с ними. Я советую всем этот форум, очень классный. Меня зовут Харашу Милеуша, я из 39-й гимназии, мне 14 лет. Мне также очень нравится этот форум, я считаю его очень развивающим. Я не зря сюда пришла и советую его всем. А также мне очень понравилась вчерашняя игра в семью. Сегодня не было ничего такого очень захватывающего, но я уверена, что скоро будет. Во втором дне игра «Героин шоу Римня» позволила расширить пространство возможностей наращивания в себе гибких навыков. Команды участников создали аватара, то есть некую фигуру, айцетворяющую группу. Это подросток, которого наделяют определенными качествами, чувствами, навыками. Дают ему имя, сочиняют историю и презентуют своих аватаров. Затем, получив маршрутные листы, команда проходит в школу, в Центр детского творчества, подростковый клуб, общественная организация, волонтерский центр, технопарк, экологический центр, спортшкола. Выбирай кружки и секции для посещения, прокачки определенных навыков, сотрудничества, критического мышления, умение ставить цели, распределять свое время. Кроме того, в этот день участники в технологической игре создали образ волонтера и разработали эмблемы своих волонтерских площадок по развитию soft skills. Бой о том, как я в Россию влюблен. Бой, злота, я рожь, бой, пудрявый лен. Бой о том, как я Россию влюблен. Были сформированы экспедиции для исследовательского выхода в объектах городской среды «Альтернативная прогулка». Перечень объектов городской среды. Арт-квадрат. Арт-квадрат – это класс! Квер мустая карима. А также площадь двух фонтанов. Фонтан семь девушек, советская площадь и площадь салават Ирлайва. Мы любим Уфу! Третий и заключительный день – проектный. Каждая делегация наполнила ценностными смыслами, проектными идеями свою школьную волонтерскую площадку по развитию софт-скиллз. На период до следующего ключевого мероприятия городского проекта «Стиль жизни и творчества», который состоится в мартовские каникулы и включает в себя к чемпионату софт-скиллз и фасад-сессию. Проект «Стиль жизни и творчества» реализуется на средства гранта главы администрации городского округа «Город Куфар». Форум подошел к концу. Пора подвести итоги. Здесь было много чего интересного. Нам больше всего понравились. Игры, командная работа. Мы узнали много полезных и социальной информации. Приобрели хороших друзей. Спасибо за их три дня. Было не забывая с вами. Здесь все очень добрые люди. Примеры показались все вы, то есть и преподаватели, и волонтеры. Хочу поблагодарить наших любимых брата. Спасибо вам за эти типы, было весело. Спасибо организаторам, семенам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!